Эмоции отходят на второй план. Эмоции отходят на второй план, так что мы знаем, что здесь могут находиться люди, нуждающиеся в помощи. Мы едем оказывать помощь прежде всего людям. Мы знаем, что есть риск для нашего здоровья, для нашей жизни. Но это наша обязанность. Мы должны выполнять эту работу. Леонид на службе уже 13 лет. Рассказывает, если до войны основной работой спасателей были пожары и ликвидация последствий ДТП, то с начала полномасштабного вторжения России в Украину чаще всего приходится выезжать на последствия обстрелов. Сейчас еще добавился фактор обстрелов, скажем так, риск попадания обломков боеприпасов или неразорвавшиеся боеприпасы. Некоторые могут находиться на том месте, где мы проводим работу. А значит, могут быть повторные взрывы, которые могут причинить вред здоровью и подвергнуть опасности жизни наших спасателей, работающих на месте. 29 июня. Леонид одним из первых прибыл на место утренних обстрелов. Армия России нанесла ракетные удары по жилому району города. Сейчас спасатель вспоминает, как сложно было работать. Прибыли мы сюда, но, видимо, уже через полчаса мы уже были на месте. Проводили разведку, разбирали конструкции. Также здесь произошло возгорание. Были люди, потерпевшие, пострадавшие, которых необходимо было эвакуировать с третьего этажа. Также, к сожалению, были и погибшие. Взрыв был мощный. Даже, к сожалению, погибших людей мы находили на улице. Они были в своих домах, видимо, мирно спали в то время. Раздался взрыв и просто взрывной волной их выбросило наружу. Поисково-спасательные работы тогда продолжались трое суток. В первый день два работника ГСЧС получили тяжелые ранения из-за смещения бетонных конструкций. Сейчас ликвидация наследия. Во время ликвидации последствий этого события, когда происходит прямое попадание ракеты в пятиэтажное здание, во время проведения работ произошло повторное разрушение, и двое наших пожарных, к сожалению, попали под это разрушение. И пришлось еще деблокировать их. На сегодняшний день уже один прошел реабилитацию, другой еще проходит. Все в удовлетворительном состоянии. Из-под завалов дома извлекли тела восьми человек. Еще шестеро получили ранения. Леонид – один из спасателей, которые разбирали завалы здания облгосадминистрации вследствие прямого попадания российской ракеты утром 29 марта. Лестничная клетка здания обл. администрации была полностью уничтожена. Работы продолжались день и ночь, пока из-под завалов не достали всех. Тогда же погибло 37 человек. Леонид рассказывает, работали в общей сложности пять суток. Могу вспомнить случай, когда ракета прямым попаданием поразила здание нашей обл. администрации. Это девятиэтажное здание было уничтожено в один пролет полностью с первого по девятый этаж. Было много погибших, много пострадавших, которых пришлось также эвакуировать с верхних этажей. Работа Леонида тяжелая и изнурительная. Каждый выезд мужчина рискует собственной жизнью и здоровьем. Впрочем, рассказывает, это его миссия – спасать людей. Елизавета Кротик, Николаев, специально для информационного марафона «Фридом», телеканал «Юэй».